С 1 сентября 2022 года художественная школа Славянска на Кубани будет носить имя известного славянского художника Александра Романовича Мазина. Он родился и вырос в нашем районе. И весь его жизненный и творческий путь – это пример служения людям и искусству. Торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, прошли и в учреждениях культуры. В детской художественной школе в этот день состоялось открытие мемориальной доски известного славянского художника Александра Романовича Мазина. Теперь школа будет носить его имя. Учащихся и педагогов с таким знаковым событием поздравил глава славянского района Роман Синеговский. Буквально два года назад дом Кубца Мазепа, памятник архитектуры, был ветхий, стоял, калитка была закрытая. Но благодаря посещению нашего района губернатора Кубани Вениановича Кондратьева была оказана очень большая поддержка на восстановление этого памятника архитектуры. И благодаря, наверное, строителям, реставраторам в течение двух лет, я считаю, была проделана очень серьезная большая работа. И на сегодняшний день мы видим, в каком состоянии. Это действительно украшение города. Нам предстоит еще сделать красивое благоустройство перед этим объектом. Это все в перспективе. Но я вам обещаю, что мы это все доведем до логического завершения. Я вас всех поздравляю с Днем Знаний. Хотелось бы, чтобы именно на этой территории, зеленой, центре города, наши дети росли, развивались. Вырастали новые и большие люди в творчестве. Поэтому всем мира, добра, удачи и всего самого доброго. История жизни нашего земляка Александра Романовича Мазина удивительна. В непростые времена, начало 20 века, будучи из простой семьи, он смог стать настоящим профессионалом в изобразительном искусстве. В своих картинах он воспевал красоту родного края. И именно на таких людей надо равняться начинающим художникам. Наверное, в жизни каждого человека складывается так, что всем нам нужен ориентир в жизни. Этим ориентиром может быть выдающийся человек. Таким человеком для нас и является сегодня Александр Романович Мазин. Художник, чью имя было присвоено детской художественной школе. Художник, который своей жизнью доказал и дал пример всем нам, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно в первую очередь мечтать. Потому что мальчик с семиклассным образованием из станицы Славянской в 20-30-е годы, он просто мечтал быть художником. Он не знал, как поступить. Он просто написал письмо в институт, в котором написал, что я люблю рисовать, примите меня. Его приняли. И он не только закончил обучение, он стал действительно выдающимся художником, получил выдающуюся оценку своих современников, ведущих художников страны, искусствоведов сегодня. И для нас он стал примером. И хотелось бы, чтобы вы также сегодня мечтали. В первую очередь мечтали, стремились к новому. Потому что все в ваших руках, все в ваших силах, все у вас всегда получится. В этом году в художественную школу был сделан самый большой набор учащихся – 325 ребят. Обучение проводится по семи программам. Школа дает начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. Также работают две мастерские народоприкладного творчества. Присвоение школе имени такого выдающегося человека, как Александр Романович Мазин, даст стимул ребятам заниматься еще усерднее. Уверена директор Елена Мурич. Дорогие ребята, вы первое поколение школы, которая будет носить имя выдающегося художника графика Александра Романовича Мазина. Это не только почетно, но и очень ответственно. Мы с вами очень гордимся, что будем носить имя этого замечательного человека. Мы хотим поблагодарить наших гостей, подарить им памятные подарки за вашу поддержку, за ваше участие. После торжественной части мероприятия все присутствующие посетили выставочный зал детской художественной школы, где осмотрели выставку графических работ учащихся. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...